В мае 2022 года Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО. В начале 2023 года 28 из 30 стран-участниц их вступление в блок уже ратифицировали. Швеция больше 200 лет сохраняла нейтральность свою, Финляндия почти 100 лет. И после этого эти две страны резко меняют внешнеполитический курс, причём это не решение политического руководства, это также решение граждан этой страны. Ответ очень простой, это понимание того, что российская угроза настолько стала серьёзная, что даже имея очень мощный оборонный потенциал, они не были уверены в том, что им удастся предупредить эту грязь. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции по безопасности в шведском городе Селлен, заявил, что ожидает вступления Финляндии и Швеции в НАТО уже в этом году. Сейчас есть некоторые разногласия с Турцией, которые блокируют Швецию. Тем не менее, шведское правительство уверено, что Турция в конце концов даст зелёный свет. В конце декабря Анкара одобрила действия Швеции. Турция подтвердила, что мы сделали то, что обещали сделать. Но она также говорит, что хочет того, чего мы не можем, чего мы не хотим делать. Мы убеждены, что Турция примет решение. Просто мы не знаем, когда. Ульф Кристерсон, премьер-министр Швеции, в выступлении во время конференции по безопасности. Со вступлением в альянс Финляндии общая граница России с НАТО увеличится более чем на 1300 километров. Получит Кремль и ещё несколько бонусов. Шведская и финская армии очень современные, очень новаторские. А если говорить о Финляндии, например, у них очень развит компонент территориальной обороны. Это одна из самых сильных стран в мире по готовности населения противодействовать внешней агрессии. Это, конечно же, их расширение именно в очень интересном регионе, где можно противодействовать угрозам стороны России. Балтийское море становится морем НАТО. А это для России, конечно же, очень большой удар. По их экспансионистских мечтах это большой удар. Эксперты отмечают, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО основная база Балтийского флота России в Кронштанте окажется зажатой в Финском заливе между странами-членами альянса. Благодаря Финляндии НАТО станет ближе к Кольскому полуострову России, где располагаются российский Северный флот и базы атомных субмарин. И Путин с этим уже ничего не может поделать. Что касается Путина, это очевидно, что он добился абсолютно противоположного результата. И показательным также есть реакция России на решение Швеции и Финляндии. Дальше, чем каких-то угроз, дело не пошло на этапе обсуждения. А как только было принято решение, Россия проглотила это. Что касается Украины, то ей уже не будут предлагать сохранить нейтральный статус. Украине даже могут предложить ускоренную процедуру вступления в блок. НАТО заинтересована в усилении, а Украина может это обеспечить. Украина – это самая большая страна Европы по территории. Сейчас в Украине будет самая мощная армия. Естественно, с точки зрения противодействия тем угрозам, которые сейчас будут со стороны бывшей России, принятие Украины в члены НАТО будет, естественно, очень позитивным развитием ситуации для Альянса. Я думаю, что вопрос о принятии Украины в НАТО станет сразу же, как только Россия потерпит поражение в этой войне. То есть не то, что там будет подписана какая-то капитуляция, а именно фактическое поражение, когда Россия прекратит свои агрессивные действия, уйдет с территории Украины. Действия Кремля не только не посеяли разногласия внутри блока, на которые Путин, очевидно, рассчитывал, а наоборот, сплотили участников Альянса в борьбе против российской агрессии.